Здравствуйте! В центре внимания в эфире в студии Евгения Монакова. Буквально на днях агентство стратегических инициатив подвело итоги всероссийского конкурса программы «Классная страна». И вот торжественная церемония состоялась в Москве, на ВДНХ, и наши победители от Амурской области тоже приняли в ней участие. Сегодня у меня в студии находится один из таких людей, это Оксана Савченко, руководитель туристического центра Амурской области. Оксана, здравствуйте! Здравствуйте! Поздравляю от всей души! Я полагаю, что было непросто написать проект, который бы действительно понравился на таком высоком уровне, на который бы обратили внимание и как-то к этому так серьезно отнеслись. А потом вручение в Москве, это было красиво, надеюсь. Это было красиво, мы следили онлайн, но школьники, участники, такая команда поехала достаточно большая от региона, да, торжественно, волнительно. Ну здорово! Что за проект, с каким проектом вышли? Потому что здесь действительно была интересная идея, каким образом совместить образовательную функцию с туристической. Вы этим занимаетесь совмещением, мне кажется, уже так давно, что опыт был богатый. Ну да, и вот на основе этого опыта родился этот проект. Проект «Трек-культура. Старообрядцы вне времени». То есть мы пошли простым путем, то есть что было бы нам интересно как жителям, какие стороны жизни Амурской области осветить. И обратили внимание на нашу историческую составляющую, переселенцы, да, то есть кто прибыл. Сыльный за веру в том числе. И этот проект родился в голове школьницы, то есть это даже не взрослые дали такой посыл Лея Гигаицы, ученицы второй школы. Вот ее идея, которая совместными усилиями при помощи учителей, при помощи туроператоров, школьников в том числе, оформилась вот в такой вот интересный трек. Вот это вообще потрясающе, конечно. То есть школьница сама раскопала эту историю, решила, что было бы интересно вот такое узнать. Решила, да. Причем были, да, такие сомнения, то есть насколько это будет интересно, но все-таки это у вас интересно. А как вы это проверили? Есть какая-то фокус-группа уже? Да, приезжали в ноябре специалисты из разных сфер, в том числе педагоги, представители туриндустрии. По этому маршруту проехали, то есть мы его презентовали, показали во всей красе, так сказать, со всеми мастер-классами, экскурсионным сопровождением, с посещением. Агриппина очень принимает непосредственную участие в этом проекте. То есть это сыровар наш, известный уже, да? Да, да. Ну и здесь интересен еще один аспект, то есть и сыровар, и человек, который вернулся на историческую родину, сохранив при этом язык, сохранив культуру, традиции. Поэтому проект такой, он отозвался. Он интересен тем, что он не на пустом месте рожден. У него такая хорошая историческая подоплека. И на самом деле он очень такой полноценный, многогранный. Ну все-таки туризм, образовательный тем более туризм, это все-таки очень сложная тема. Нужно по-настоящему это сделать так, чтобы это было интересно, чтобы там была какая-то динамика, какой-то интерактив, не знаю, присутствовал. Вот насколько долго вот этот тур-маршрут разрабатывался? С августа месяца до декабря пошла работа непрерывная. Отписались программы, высчитывались маршруты по часам, наполнялся этот маршрут, потом составлялись, ну то есть этот же маршрут должен соответствовать и требованиям безопасности, действующего законодательства. И в общем в перевозке и организации детского досуга все должно быть в соответствии с нормами приведено. Поэтому работа была проделана большая. Ну а что касается наполнения вот этого? Одно дело, когда в библиотеках сидишь, да, что-то выискиваешь, а тут вот реальные совершенно люди, их истории, их жизнь, их быт, которые до сих пор сохранили вот этот вот уклад. С кем консультировались? Кто вообще внес свой лепт из старообрядцев? Ну мы больше такой архивно-исторический материал брали. То есть пришлось все-таки покопаться, да, никуда не деться. Гриб Плина нам предоставляла книгу, где есть история ее семьи, там, про бабушку, прям с фотографиями, то есть мы брали, ну лично разговаривали, общались. Поэтому здесь такое сплетение, наверное, сложение и такой академической информации, ну то есть архивно-исторической и живой опыт людей, ну и мировосприятие, миропонимание людей ныне живущих, то есть их точка зрения вот на этот вопрос. А насколько вообще сложно было договориться, потому что старообрядцы все-таки люди такие достаточно закрытые, они живут вот своим миром, да, а тут вот туристы, какая-то активность такая. Ну вообще не скажу, что были большие сложности, потому что Гриб Плина, она же в принципе работает с туристами, она принимает гостей, ну и популяризирует свой род деятельности, рассказывает о своем продукте, который достойный внимания, хочу сказать. Поэтому не было больших сложностей. А кто-то еще там задействован, кроме нее, получается? Нет, мы рассказываем больше, такая информационно-сопроводительная часть, вот в автобусе, пока мы доезжаем до села Волково, она исторически основана на рассказе плюс фото, ну то есть плюс диалог с экскурсантами, потому что, ну просто монолог сегодня не интересен никому. Да, да, то есть это все равно такая форма, когда вот вы вступаете в диалог и что-то выясняете. Насколько странно это было все ребятам? Ну, достаточно необычно с точки зрения сегодняшней жизни и опыта нынешних поколений, потому что это же другое миропонимание, мировосприятие, одежда, прически, совершенно иной уклад жизни, потому что когда в разговоре они слышат, что рабочий день начинается в 5 утра, да, и заканчивается заходом солнца, это не совсем воспринимается уже как бы обычно, да, поэтому... То есть их это шокирует, да, по всей видимости? Да, да. Как? Как вот так вот может быть? Да, так, интересно, что еще их удивляло, кроме вот этого? Что люди смогли конкретные, живые, да, сохранить на протяжении многих веков, ну, три века, да, три поколения, правильно так сказать, язык и культуру страны, где они ни разу не были, потому что Акрепина родилась в Боливии, и ее родители как бы сумели передать ей вот эту русскость, систему ценностей, язык, то есть она говорит, но сейчас она изучает, я так понимаю, письменный язык, потому что, ну, язык не самый простой русский, да, я думаю, что все это знают, да, и вот, но она чувствует себя здесь на своем месте, то есть когда ей говорят, что там хорошо, она говорит, а кто вам сказал, что там хорошо? Мне здесь хорошо. Вот так. Да, поговорили на разные аспекты, на разные темы, ну, то есть дети активно включались, задавали вопросы, да, они просто лопали сыр, то есть интерес такой был, живой. Это здорово. На кого рассчитан все-таки больше этот маршрут? На школьников, да? Да, этот маршрут такой хороший туристический, с образовательной большой составляющей, то есть такой глубокой, проработанной. Как оценили в Москве, то есть какие были отзывы, как вообще отнеслись к этой истории? Вот самое наилучшее, то есть этот маршрут нашел прям такой живой отклик и в сердцах, и в головах, и в умах, потому что мы получили рекомендации, то есть как сделать лучше, на что обратить внимание, как сделать более интересно и доступно для детей. У нас же там есть еще и мастер-класс с нашей музыкальной художницей, Анной Тюриной, то есть символ такой. У каждого маршрута есть свой символ, символ этого маршрута — ворон. Вот они вороны изображают, каждый в своей технике, конечно, но под руководством Анны. Тоже такой интересный момент творческий. Ну и общение с интересными людьми, оно всегда обогащает. Однозначно. То есть там, в принципе, оценили. Я понимаю, что не так много победителей было, не каждый регион вообще представил свои маршруты. Но Амурская область представила пять проектов, да? Пять проектов, два из которых стали победителями, и один из них наш. Да. Ну это действительно, это большая победа, Оксана. Но я понимаю, что... Да, я и соглашусь. Да, что это далеко не всё. Теперь какое-то продолжение всё это ждёт. Всё равно вы будете ещё продолжать развивать и другие направления. Вы нам вообще каждый раз Амурскую область как-то раскрываете с другой стороны, с новой. У вас много ещё задумок? Есть ещё. Потому что впереди летний сезон. Я почему спрашиваю? Потому что да, впереди летний сезон. Будем знакомить, удивлять, рассказывать. У нас новые экскурсионные маршруты готовятся сейчас три. Новый взгляд на Амурскую область. Точнее, на известные вещи под новым таким углом. То есть это интересно не только приезжим, да? Мы к этому ведём, что на самом деле даже сами амурчане-то не знают, сколько всего у нас интересного. А от амурчана получаем запросы. То есть, когда будет что-то новое, есть ли у вас экскурсия. Религиозная тема очень интересна. Да? Да, такой паломнический туризм как направление. То есть есть куда развиваться. Я поняла. Оксана, вам удачи. Правда, большой фантазии и вдохновения сотрудникам. Спасибо. А я напоминаю, что сегодня с гостями была Оксана Савченко, руководитель туристического центра Амурской области. Вы смотрели программу «В центре внимания». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова